Лозунг «Покупай, Саратовская» не поддерживает большая часть предпринимателей. К такому выводу пришли общественники после очередного рейда по сетевым магазинам и рынкам Саратова. Число продуктов местных производителей гораздо меньше, чем товаров из других регионов. Неприятно удивили общественников и цены. Подробнее в нашем следующем материале. Первый объект проверки и сразу возмущение. Стоимость сахара и крупы в этом сетевом магазине явно отличается от других. Представители торговой точки не отрицают. Наценка на данные товары есть. Как и объяснение столь высоким ценам. Когда пошел обвал, да, на рубля, вы имеете в виду, 35 был, сейчас 41 рубль. А гречка почем? 51,60, смотрю, или 54,60, да? 54,60. Она появилась? Ну, у нас каждый день приходы, да, даже если сейчас ее нет. Я говорю, ее очень быстро разбирают, потому что люди сами создают ажиотаж. Придется раскошелиться и в отделе фруктов. Общественники обращают внимание на самый востребованный товар в канун Нового года – мандарины. И тут явно царит спекуляция. Мандаринов хоть отбавляй, а цены почему-то растут день от дня. Ну, поставка мандаринов, она есть и есть, да? Понятно, что это импортные товары, так сказать, у нас мандарины не растут. Но Абхазия у нас их обеспечивает. Сейчас самый сбор мандаринов, между прочим, вот за прошедший период времени. Сразу там почти в два раза, как новая цена. Пользуюсь тем, что сегодня, ну, вроде как к Новому году, все в обязательном порядке возьмут. Промониторили цены общественники и на крытом рынке. Самый дешевый некогда базар в городе сейчас таким не назовешь. Общественники негодуют у полок с макаронами, изделиями, сахаром и крупой. Космической называют даже стоимость яиц. Цена за десяток доходит здесь до 56 рублей. По словам общественников, сложная экономическая ситуация в стране не должна влиять на резкое повышение цен на продукты. Особенно на товары первой необходимости. Закупочная цена, все-таки, она достаточно комфортная. А то, что продается, она превышает иногда 30% этой наценки. И, конечно, это недопустимо. Ну, недопустимо с точки зрения, ну, по крайней мере, ну, нравственной. В тех условиях, когда люди все-таки находятся. Ну, такой непростой ситуации сегодня. Ну, надо понимать, что надо жить все-таки со всем обществом саратовским. А не думать о том, чтобы сегодня и сейчас, значит, получить очень высокую прибыль. Все случаи неоправданно завышенных цен были зафиксированы представителями Министерства экономики региона. Устранение этих нарушений обещают держать на контроле. Александр Филин, Екатерина Ковальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.